Узбекистан Я с Узбекистана этим горжусь То есть вы будете защищаться огнетушителями? А, вот этим будете защищаться 20-х годов молоточек чеканный Честно сказать, просто это реально меня улыбнуло Смотреть эти все видео на инстаграме, на фейсбуке Ахалы, Йордан Берешке, харакат клепты Манашунда дружина лар аркали Манашунда мотобайкер клуб лар аркали В 1990-е годы, в Москве Шахрана соунцева депутамиленген округу де Джинайчили груху пайда болген еде Унанамы Братва еде Шунданки гин, айнан Братва елгенде Бу айнан мафия ва джинайчили гублен баулыг боген Ассоциацийара пайда болген еде Ассаламу алейкум, хурматый достар Мистер Атабек ТВ канал ге Хам де Нью-Йорк теге Братва депнамиленген Мотоклуб ге хуш гелеб сізглэр Хазырда, абсус ки Нью-Йорк тэ вазиэт Унчаре тинчилиг емэз Чунки бласлер митинглер баштенген Джордж Войт тэ улэмблэн баулыг Барчэ митинге чыкгангар 3 грухтэн ибарет Бүрінчісі, ирхчилике каршы Ва полицияны нақануний харакатларге каршы Бөлген адамлар Икінчі, бұ, мародиор ва вандаллар Чунки магазинляны, халаверси, бэхмаханаларны Ва ресторанларны, дэн барнасаны Оғырлэп, озыны ғарас ва марас мақсатларны Амэлге аширеткенлер Чунчісі, бұ, адді анархистлар Енді анархистлар кем? Мародиорлар кем? Вандаллар кем? Бұ, бұ, адді анархистарны, бұ, адді анархистарны Хазырда біз, Нью-Йоркні, инг Руси забанлар Халаверси, сабық сәйет ұтфақыдан Ва Узбекистандан көплі болген бізні ватандашларымыз Ешедіген жайдамыз Бұ, 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 аддіорлар ва вандаллар Яқынлашымақтар Шырынгі үчін, палиті үйетменген пайытті Мен үшінді клублар онша фаңалятын Амэлге ашыршым Это Братва клуб. Это мото-клуб. И это президент. Это Узбекистан. Они уже готовы. Я в 7 часов вечера. В 8 часов вечера мы будем работать. И они не готовы. В 8 часов вечера, а потом в 5 часов вечера. Но кто будет работать? Мне говорят, что это вандалы. Они, если у меня есть район, я братьва, мотоциклы, у меня есть инструменты. Балты, есть инструменты. У них есть инструменты. У них есть инструменты. У них есть патруль. Полиция, люди, у них есть правильное движение. Потому что ситуация. Если ситуация продолжается, в 1870 году, мы, губернатор, мы, мы, президент, мы, 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 в Узбекистан. Константин. Константин. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно, ребята. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно, ребята. Очень приятно, что вы из Узбекистана. Да, я с Узбекистана. Этим горжусь. Никогда этого не стыдился. Русский по национальности. Узбек по своим понятиям. И, наверное, где-то еврей. Потому что много очень друзей именно из этого, так сказать, круга. Каждый из нас в душе хотя бы немножко еврей. Об этом, обо всем говорит то, что у нас нарисовано на спинах. Если ты после всего внимательно посмотришь, ты поймешь, о чем идет речь. У меня к вам первый вопрос. Да. Название «братва» это откуда? Впервые я об этом слышал в начале 90-х годов. Было в городе Москве на территории Солнцевского округа. Абсолютно, да. Такая группировка. Это сленговое слово, которое применялось в группировках. Но, опять же таки, слово «братва» это не криминальное слово. Оно применяется по отношению, так сказать, к группе людей, которые чувствуют между собой какое-то определенное братство. Чувство плеча. Бразерхуд. Вот оттуда оно и пошло. Братва, братство. Когда вы создали это общество в Нью-Йорке? Мы создали это общество в 2004 году. И в прошлом году, 19-го года, мы праздновали наше 15-летие. Как классно. Да. И откуда пришла такая идея создать именно такое сообщество в Нью-Йорке? Идея пришла, честно говоря, стихийно. Началось это просто с того, что я и два моих друга, включая еще одну девушку, просто начали вместе ездить на мотоциклах. Купили байки. И байк – это как плов. Плов, еда что? Коллективная. Так? Совершенно верно. Так же и мотоцикл. Когда ты один на мотоцикле – это не езда. Нужна группа людей, нужна какая-то поддержка человека, который рядом с тобой. Два колеса – это гладиаторы. Поэтому всегда нужно, чтобы рядом был кто-то еще. Очень хорошо. Спасибо вам огромное. Ваше разрешение. Я сейчас… Да, пожалуйста. Конечно. У нас очень много интересных ребят. Пообщайтесь. Они вам много чего интересного расскажут. Спасибо. Давайте. На здоровье. Здравствуйте. 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 Что вы хотите? Спасибо. Нет? Нет, спасибо. Мы работаем на радио «Русская реклама». Да. Сегодня увидел репортаж о вашей команде. Вы знаете ли вы будете это знать? Нет, я буду сам держаться. Окей. Я видел репортаж о вашей команде. Поговорил уже с вашим президентом, основателем, с Константином. У меня к вам такой вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Константин. Тоже Константин. Да, кот вообще. Кличка – кот. Мне сегодня на Константинах везет. Да, да, да. Знаете, оказывается, в вашем сообществе, в вашем клубе есть пять основных правил. Первое – это обязательное знание русского языка. Да. Второе – это умение ездить на мотоцикле. Хорошо, да. Третье – это не болтать о том, что происходит в клубе. Сто процентов. Четвертое – если один из членов оказался в беде, помогают все. Да. И пятое – в Нью-Йорке выживают только самые сильнейшие. Скажите, пожалуйста, Константин, в связи с этими страшными событиями в последние дни в Нью-Йорке, погромы, мародерство и вот эти вот митинги, вы прибавили какое-нибудь шестое правило у себя в клубе? Ну так пятое как раз подходит. То есть? То есть должны выживать, должны других защищать, чтобы другие выжили. Окей. И сейчас вы занимаетесь чем? Вы патрулируете? Да, мы сейчас патрулируем. Сказали, что вот по Куни-Алленду пойдут в сторону Брайтона громить район. И мы хотим посмотреть, как у них это получится. Знаете, это очень хлачевно, очень страшно. У нас вещи, у нас двигатели, да, огнетушители. А можешь показать? То есть вы будете защищаться огнетушителями? Нет, зачем мы будем тушить, если они что-то подожгут? Сейчас у нас есть чем. А чем? Ну, у всех разное. У меня такое простенькое. А, вот этим будете вот сейчас? В 20-х годов молоточек чеканный. Ага, я думаю, от одного вида любой грабитель, наверное, убежит обратно, откуда он лежал. Ну, они тоже, я думаю, будут чем-то вооружены. Я не думаю, что они просто так голыми руками придут. Вот, вы считаете, это ваш, как бы, гражданский долг? Да. Вы почему это очень занимаетесь? В первую очередь. В первую очередь. Потому что я посмотрел все эти видео, издеваетесь всех этих над людьми, избиения, сжигания, поломания. То есть весь этот мародерство это просто выворачивает. Мне хочется, чтобы они со мной встретились. К нашему району, то есть к Южному Бруклину я сегодня смотрел новости. И я, честно говоря, вот, знаешь, в этом отношении моя рубаха ближе к телу. Я хочу, чтобы нашему было хорошо. Там я не поеду в Бронк защищать. Ну, это понятно, да. Я хочу, чтобы наших не трогали. И чтобы для следующих были урок, что сюда больше не приходить. К нам с мячом придешь, от мяча и... Пойдешь. Да, Невский, по-моему, да, сказал. Да, да, да. Вот это вот примерно вот такая теория, как бы. Потому что я смотрю, в других районах приходят, творят, что хотят, и никто им не может противостоять. Поэтому есть какое-то небольшое желание просто показать им, что они... Против лома нет приема, если нет другого лома. Да. Даем лоточка хотя бы. Хорошо. Вот такая вот... Честно сказать, просто это реально меня влыпнуло. Смотреть эти все видео на Инстаграме, на Фейсбуке, что они творят и совершенно безнаказанно. У меня, честно говоря, душа вывернулась. Вот это мое личное чувство. Так. Я благодарен вам. Спасибо вам огромное. Потому что полиция, она... Пытается справиться. Пытается. Их недостаточно много. У меня есть друзья полицейские, они говорят, что мы просто overwhelmed. Говорят, мы не можем все сделать. Да. И ограбление регистрировать, и кого-то арестовать. А потом мейер берет и 500 человек вчера выпускает из арестованных. И теперь они опять на улицах. То есть это маразм полный. Я считаю. Лучше, чтобы эти люди немножечко имели поломанные пару костяшек, синяки, чтобы они не могли завтра выйти. Ни с Бейлом, ни с Шмейлом. Лежали бы аккуратно под капельницей. Я думаю, это лучший выход. Спасибо вам большое. Я очень рад знакомству. Очень приятно. Спасибо. Всем благ. Спасибо. Спасибо.